Друзья, всем доброго дня! Сегодня вы увидите укладку ламината на балконе. Балкон достаточно специфичное помещение, как вы понимаете. В большинстве своем не имеет никакого отопления, поэтому влажность здесь и повышенная. Бывает даже какое-то выделение конденсата в лаке. Поэтому классический ламинат здесь не подойдет. Он будет в лаку себя всасывать, рассыхаться, в общем-то расползаться. Ничего красивого и практичного по итогу вы не получите. Поэтому будем использовать сегодня каменный ламинат, как и в других помещениях. Это каменный ламинат SPC, его еще называют, от партнера нашего канала по проекту Stone Float. Чем хорош каменный ламинат? Мало того, что он выбирает себя лучше от классического ламината, то есть расцветку, замковую систему. У него еще много есть качеств, например, керамогранита, например, износостойкость и нужная нам влагостойкость. То есть он влаги совершенно не боится. Влага по влачению дно ноль. Это замечательно. То есть мы его не случайно выбрали. Его здесь можно укладывать, даже в ангкопе мы это делали. А никаких проблем не будет. Что еще нам надо знать перед самой укладкой? Подготовка пола важна. Пол должен быть ровный. Желательно, чтобы это было бы стяжка по маякам. Она не сыпучий, стабильный. Плюс, как вы видите, стяжка у нас есть. Мы ее еще после того, как она была сделана, обеспилили при помощи грунтовки. И при этом грунтовка еще и укрепляет основание стяжки, пропитывает ее. Это не материя. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Ты понял? Я понял. Немного грунт сцеплять частички пыли, заполнять микротрещины. Все как обычно. Бунтовка нужна. И пол у нас в итоге готов. Какие есть допущения по ровности пола перед укладкой ламината? Причем любого, не только каменного. Смотрите, перепады могут быть до 2-3 мм. То есть, если вы прикладываете большое правило, это допустимо. Замки на ламинате отыграет это все и не дадут ламинату разбежаться на швах. Может быть, не горизонтальная поверхность. Поверхность может быть наклонена в любую сторону, но это должна быть все равно ровная плоскость. Просто, возможно, наклоненная. То есть, с этим мы определились. Дальше. Подложка. Сегодня мы будем использовать подложку пенопольстеролы. Под каменный ламинат она должна быть жесткая и не толстая. Там 1,5-2 мм. Это идеальный вариант. Такая подложка добавит шумоизоляции, теплоизоляции и отыграет где-то 1-1,5 мм перепадов на поверхность. То есть, в принципе, она не то чтобы плохо, но в комнатах мы делали без нее. Почему? Там у нас была фанера. Вы это можете посмотреть на канале. Она, по сути дела, сама. Елена, в определенной степени. Подложка. И если вы кладете ламинат на подложку, есть определенный такой плавающий эффект. То есть, он усиливается. У каменного ламината сам он достаточно плотный. Поэтому подложку, например, производитель говорит, скорее не используется, чем используете. Но мы ее здесь будем использовать. Говорим о причине. Плюс у нас зазор где-то между полом и гипсовым камнем. Мы хотим именно под гипсовый камень заводить ламинат. У нас там зазор 8 мм. То есть, подложка нам нужна, чтобы выйти на нужную высоту. Сам ламинат 4,5 мм. Если я не говорил, вот сейчас об этом сказал. Поэтому сначала укладываю подложку. Но помимо ламината, конечно, для ремонта балкона вам потребуются и другие материалы, во многом черновые. Речь сейчас об аэрозольной продукции. И даже не о морозостойкой монтажной пене, которая очень важна для ремонта балкона и необходима. Возможно, вам потребуется, например, напыляемый утеплитель. В нашем случае огнестойкий. И можно утеплять не только балкон. Например, какие-то коммуникации открытые, на даче что-то, двери металлические, окна. В общем, все что угодно. А может быть, это будет монтаж гипсокартона. И вам потребуется восклеить без каркасной системы или после фрезерования углов. Но бывают разные случаи. И, например, существует мохнатая угроза. Тогда мы возьмем в руки вот такую вот напыляемую вещь для борьбы с вредителями. Которые можно запьянив щели и какие-то норки. В общем, на самом деле технических задач может быть множество. И для их решения отлично подходит компания ТРИС. Это российский бренд, который делает свою продукцию без ГМО, по всем технологическим ГОСТам и ТУ. И, соответственно, по ссылке в описании под роликом вы можете приобрести продукцию. Я вам гарантирую широкий ассортимент, демократичные цены. А также, естественно, отличное качество. Вы уверены в этом? Я в этом уверен. А я тебе это гарантирую. Подложку укладываем в разбежку. То есть идут сначала целые листы, потом следующие ряды идут со смещением. Это как для лабината, мы об этом еще поговорим. Стыки склеиваются при помощи фольгированного, либо обычного канцелярского скотча. И тот и тот материал, скажем так, парализационный. И тем самым, как бы учитывая, что у нас подложка пародепроницаемая, и спина полисовала. То есть мы делаем полный контур парализационный. Как и с самого ламината. Не скажу, что в этом случае важно. Но бумажный скотч, я считаю, на балконе или в ванной комнате не подойдет. Давайте кратко поговорим о структуре замков. Ламинат, направление укладки и варианты раскладок. Все вместе с компонентом. Потому что здесь не классический, все-таки помещение маленькое. Здесь можно немножко судьбу обманывать. Ламинат имеет стандартную структуру замков. То есть это кликовая система. По длинной и одной короткой стороне идет мама. Соответственно, меньше гребень. Как на, скажем так, визуально он выглядит. Это папа. То есть папа вставляется в маму. Каждый ряд идет со смещением. То есть какие смещения? Стандартные смещения. Вот если мы начинаем с целой. То есть будет там две трети, либо одна треть на следующем ряду. Но обязательно смещение должно быть. Смещать на середину производители обычно не рекомендуют. Я конкретной инструкции к ламинату не читал. Но мы никогда не делаем смещение наполовину. И вам не рекомендуют. В общем, не рискуйте. Почему, кстати, можете писать в комментариях. Мне всегда интересно, что думают сами зрители. Почему такие рекомендации от производителей? Как купить такой ламината? Мы почитаем и заодно, возможно, участвуем в диалоге. Какую мы будем использовать раскладку в этом случае? Это балкон. То есть ламинат у нас тут ограниченное количество. Мы будем укладывать самым, скажем так, экономичным способом. То есть ввести линию, обрезок с прошлой линии, перекидывать просто на следующий ряд. Тем самым будет и смещение у полос, и, соответственно, такой хаотический набор. Но в комнатах все-таки мы обычно идем к классике со смещением на третий. Это, я считаю, чуть более красивый балкон. Немножко другая история. Тем более он будет заставлен. То есть как мы будем смещать доски определить? Мы еще посмотрим, когда второй, третий ряд будем собирать. А в каком направлении, естественно, есть главные правила укладывать ламинат по линии света. Но у нас на балконе одно большое окно. То есть одна прям большая. Один большой источник естества света. И укладывать по линии света, то есть поперек некрасиво. То есть я в этом никакого смысла не вижу. Тем более под каменным заводить будет сложно, непрактично. И в этом случае мы будем укладывать против линии света. Я считаю, тут никакой проблемы нет. Замки, считается, что будут чуть более заметны. Но это очень условно. Потому что еще и обратите внимание, что на ламинате тонна флоры есть и дизалина. Там небольшая фасочка. У классического ламината она служит для того, чтобы швы были красивее. Если в другую ламинат раз сохнет, с тем самым выиграть эту щелочку. Но у каменного ламината такой проблемы нет. И фаска в этом случае служит просто как некий атрибут красоты. Я считаю, визуальные эстетики. Как собирать ламинат? Ничего более простого тут не признать. Смотрите. Первый ряд пособираем чуть в отдалении стены, потому что мы будем заводить ламинат под камень. То есть у нас мама слева, папа, как я говорил, справа. Заводим под углом 30-40 градусов. Помещаем так, чтобы у нас ламинат с двух сторон был заподлицо. И опускаем, где мы опускаем. Получается, что аккуратно, чтобы он не разъехался. Все. Проверили. Если, как бы, получается, у нас замок сошелся. Замки установки очень хорошие. Мы это уже в пункте убедились. Сейчас убеждаемся еще раз. То все у нас будет хорошо. Теперь получается, что ламинат чуть задвинут в сторону. И вырезаем подрезку. Как подрезать каменный ламиналт? Отметили. Получается нужный нам отрез. Тут учитываем одно. Мы собираем целиком линию. От камня до камня. Собираем полностью. Задвигаем за камень. Вторую линию получается. Собираем тоже полностью от камня до камня. Защелкиваем, задвигаем. Если будете сразу отмечать запасом, как в нашем случае, заводя под камень, вы просто его не защелкиваем. Он уже в углу не защелкивает. Тут будет проблема. Поэтому мы от этого уходим. У нас стареется периметр. Просто потом будет акриловым герметиком еще проходиться, заделываться. Перемыкание камня и ламинат. Как отрезать? Не нужен лобзик, не нужен болгар. Все это можно тоже сделать. Отметили. Взяли нож. Острый нож. Но в лезе. Прижали, получается, жесткий. В моем случае, столярный угольник. И ножом 2. В идеале даже 3. Раза проводим по поверхности ламината. И спокойно. Сейчас мы его отведем. Оп. Переломаем. Все. Готово. То есть этот отрез мы можем перекинуть. Отрезки. Смотрите. У нас подрезок тут всего получается 18, по-моему, сантиметров осталось. Технически, если это проходное место, то все-таки отрезок достаточно маленький. Но если мы говорим о каком-то экономичном варианте, и тем более на балконе, в каком-то углу, то можно начинать из такого, я считаю. Ну, логика у тебя совершенно непотопляемая. Как говно. Хотя у нас есть, по-моему, да, Юры, другие отрезки побольше. То есть мы с Юрой сейчас соединили всю линию и спокойно ее под камень заводим. Мы туда ставим небольшие, получается, пенопластовые подложки, в которые упирается ламинат, чтобы, в общем-то, какой-то технический зазор был. Ну, пространство небольшое, конечно, тут ламинат у вас никак на шоуах не разбежится, даже если вы уложите практически без зазоров. Но все-таки зазоры даже у каменного ламината рекомендуется делать. Минимальное линейное отширение, но у этого материала есть. Второй ряд начинается, как я говорил, с отреза. Причем набирать ламинат камень можно как слева направо, так и справа налево с замками. Никакой проблемы набрать по обратному, скажем так, направлению нет. А теперь что я делаю? Можно, как я говорил, собрать целую ливень, но если вы собираете в эти ночь, как это делать? То есть сначала мы собираем вот эту часть с двумя досками. В стороне от камня я опускаю в замок. Завожу, смотрю, все в порядке. И задвигаю под камень ламинат. Сильно задвигать не нужно, там несколько миллиметров. В принципе, все. Поверяю, чтобы у нас не разошелся, чтобы он немножко разбежался куда-то. Вот, защелкнули, опускаем. Обычно даже слышно характерность щелк. Берем следующую палку. Как в одиночку это делать? То есть сначала я завожу малый замок опять папу, маму. Смотрю, чтобы он все совпало. И по длинной части максимально папу подходил к маме, опуская его под углом. Завожу сначала дальнюю часть, она легко заводится. А в этой части уже надо приложить усилий. Большой плюс каменного ламината это его гибкость. То есть, смотрите, тут подрезка сложная, потому что она немножко заходит под камень. То есть я сделал завод, замок, прогибаю, опускаю, то есть под камень. Завожу. Там у нас чуть хрустывает приятным таким звуком. И защелкиваем. Если руками не получится, то лучше под рукой держать. Моминатный набор, ну как показывает практика работы со стоматвором, он в этом набор не нужен. А на третий ряд мы перекладываем обрезок со второго. Главное, чтобы стыки не совпадали, разбег был в районе 20 сантиметров. Это вполне, я считаю, достаточно для балкона. Так, защелкиваем, как всегда, приопускаем и заводим под камень. Пару миллиметров, не больше. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чуть-чуть еще. Да-да-да-да. Оп, есть. И проверяем стыки. Все, и идем так дальше. Ряд за рядом, ряд за рядом. В нашем случае последний ряд его укладка не совсем обычный, потому что мы сейчас укладываем, как вы видите, начали вдоль камня. Нам надо защелкнуть, опустить, поэтому есть определенный небольшой зазор. И ламинат в последнем ряду не заходит под камень. Что мы впоследствии с этим будем делать, я просто расскажу, возможно вам пригодится. То есть мы выложим еще одно пол, в котором заходит под камень, а потом тихо, немножко подадим ламинат в сторону двери, вытащив несколько миллиметров из-под камня, там он практически в упор, и, соответственно, заведя под этот камень. Это не так сложно сделать, и я думаю, чуть, скажем так, потанцуя с этим вопросом, вы тоже сможете повторить. Если мы говорим об обычной укладке ламината, и вы, натоплюсь на это видео, укладываете в стандартном прямогольном помещении, где будет плинтус, то последний ряд укладывается достаточно просто, там потребуется просто, скорее всего, он заступ. Можно на канале посмотреть отдельное видео, прям по укладке последнего ряда ламинат. Я думаю, сейчас здесь где-то всплывет ссылка, и вы в ней сможете перейти и, в общем-то, изучить этот вопрос. На сегодня наше видео подходит к концу. По сути дела, весь посыл, помимо каких-то нюансов, связанных с монтажом и с раскладкой, заключается в том, что каменный ламинат 40-го SPSI идеально подходит для укладки на балконе. Надо просто сделать хорошую подготовку, в общем-то, и не лениться своими руками эту укладку впоследствии произвести. С вами был парни из камня, на этом все. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok